Удивительную историю, как армянские военные должны были участвовать в тренингах НАТО, в совместных учениях, но вдруг... Не будут в них участвовать. Вдруг оказалось, что они в них участвовать не будут. Я от этой истории, готовясь к нашему эфиру, несколько, мягко говоря, обалдел. Но тут Глушенко выясняет, что это не первый такой случай. И тут я офигеваю вдвойне, и я понимаю, что мы оказываемся в какой-то абсолютно серой зоне политической. И вот пусть Глушенко спросят, потому что она изучала эту тему глубже меня. Так, я спрошу. Мы выяснили на самом деле перед самым эфиром уже, что эта новость не совсем новость. И нужно выяснить, что это такое. Хотела пошутить, не прочитали ли об этом ребята 1 апреля, но сегодня уже... В общем, седьмое. Седьмое, да. Поэтому неожиданная новость про то, что Армения примет участие в военных учениях НАТО, которая потом... Она не была провергнута, а она как-то сама собой исчезла. Исчезла с сайта Пентагона. На сайте Пентагона довольно сложно, в общем, что-то поменять. То есть что это такое, по вашему мнению? Что это было? Это ошибка? Это журналисты перепутали и не поняли? Или это пробный шар? Или все-таки есть какой-то внутренний процесс, который или не совсем согласован, или он и должен быть таким, и это просто какие-то пробные сигналы третьей стороне? На самом деле очень сложно точно ответить на ваш вопрос, дать полный ответ, потому что это все стало очень большой неожиданностью, в том числе для нас, экспертов внутри страны. В первую очередь сам факт размещения этой новости на сайте Пентагона, потому что сегодня, к великому сожалению, ситуация в Армении, вокруг Армении, самое главное, вокруг Нагорного Карабаха, продолжает явно оставлять желать лучшего. И всем известно, какую роль во всей этой ситуации играет номинальный стратегический союзник Армении и Россия. В этом свете само появление этой новости вызвало у нас некоторое удивление. И я бы лично не очень удивился, когда увидел, узнал в этот же день, буквально через час, что сайта Пентагона была убрана Армения из списка этих стран, которые должны были участвовать. Я могу лишь предполагать, чем все это было обусловлено. Я предполагаю, что было оказано на наше руководство давление из Москвы. Я хочу подчеркнуть, что это только предположение, точной информации у меня нет. И было принято это решение. В компенсацию, в качестве компенсации, в кавычках, пресс-секретарь Министерства обороны Армении сегодня сообщил, что Армения планирует принять участие в двух учениях НАТО, которые будут организованы, прошу прощения, европейским командованием США на территории Европы, в европейских странах. При этом не уточняя, когда, в какие сроки и где пройдут эти учения. Это все, что нам известно на сегодняшний день. Это уже будет третья аналогичная попытка, если мы смотрим по своим новостям. Я хотел бы еще добавить, что буквально час назад зампред Комитета Госдумы по международным делам заявил в интервью Эхо Москвы, что для России крайне нежелательно участие Армении в каких-либо учениях НАТО. И что это может быть чревато для Армении последствиями. Пока что не уточнил, какие это будут последствия. И еще, как обычно в таких случаях, используются следующие лишения. Я не знаю, как в случае Украины, в случае Армении всегда идет такое пропагандистское повышение ставок, когда утверждается, что Армении членство в НАТО не светит. И как бы участие в учениях НАТО Армению к НАТО не приблизит. Это Россия продвигает этот нарратив? Это звучит с той стороны? Или это звучит в армянском исполнении уже? Да, да, да. Это в армянском исполнении. Я не знаю, продвигается ли это в Украине. У нас это постоянно этот нарратив продвигается. Это очередной миф, это очередная пропагандистская уловка. И люди, которые следующее в этой сфере, прекрасно об этом знают. И согласно этому товарищу из Госдумы, цель НАТО это создать нестабильность на границах России и использовать при этом в том числе Армению. Но про это мы слышим с российской стороны перманентно. Это было претекстом к их вторжению сюда. И продолжает оставаться вся эта история, на которую они педалируют. Ясно. У меня главный и ключевой вопрос. Ничего не понимая в армянской политике, от слова совсем, и наблюдая за этим странным движением туда-сюда с сайтом Пентагона и с армянскими военными, которые все-таки пытаются поехать в интересную командировку, и тут неожиданно все опять заканчивается. Как технически это что? Шойгу звонит министру обороны Армении и говорит, эй, чувак, да, ну то есть как это в принципе работает вот на уровне реальности, на уровне управления государством. Потому что похоже на то, что это или какой-то прямой шантаж, немедленной угрозой, да, или это то, что армянская, как бы некая часть правительства, которая искренне совершенно пытаясь, и это так выглядит со стороны, вот мое впечатление как потребителя информации, где-то в тишине кабинетов армянские руководители пытаются написать план, как поехать на натовские тренировку, но тут какой-то ФСБшник звонит или сбрасывает в телеграме, значит, проект вот этого вот решения об отправке, эти командировочные листы удостоверения, да, какую-то платежку о том, что мы сняли вам отель в Монсе или где-нибудь в Латвии, и в этот момент поступает звонок от какой-то, представьте, о Шойгу. Ну вот с точки зрения того, как вообще такое может быть, у меня, как у банального потребителя информации, возникает вот такая конспирология сразу в голове. А такое вообще возможно или там что-то другое? Давайте, с вашего позволения, я не буду вдаваться в технические подробности, поскольку мне лично они на самом деле неизвестны, а строить какие-либо предположения я не хочу. Но я, в том числе, я не хочу чересчур упрощать эту проблему. Давайте посмотрим на эту ситуацию более глобально. Суть ситуации в том, что Армения, к великому сожалению, продолжает оставаться заложником России. Армения уже долгие годы не является стратегическим союзником России, и она является стратегическим заложником России. Давайте начнем с этого. В рамках этого стратегического заложничества очень часто действительно происходят, на первый взгляд, странные вещи. Мы на сегодняшний день внутри нашего общества, даже в экспертном сообществе, не имеем полного представления о том, как в этом вопросе действительно и реально настроена наша собственная власть. Мы не знаем, является ли вот тот же отказ от этих учений, на самом деле, да, то есть мы не уверены в этом, последствием шантажа. Было ли это последствием звонка, или было ли это следствием какой-то внутрополитической, внешнеполитической игры с участием нашего руководства. Мы не знаем, на самом деле, есть ли у нашего правительства решимость идти на Запад и менять внешнеполитический вектор. У нас нет в этом уверенности. Мы на это надеемся, но мы не знаем, насколько это возможно, и есть ли на то политическая воля. На первый взгляд, создается впечатление, особенно после 44-дневной агрессии Азербайджана в отношении Армении и всех последующих всплесков агрессии, которые были в 21-м году, в 22-м году, которые завершились для нас потерей сотни жизней, не считая 4000 человек, которые наша страна потеряла в 44-дневную войну. Для Армении с ее небольшим населением это огромные потери. Я не говорю о потерях территориальных. И все это воспринимается в обществе с очень большой болью. Эти события, эта трагедия развеяла последние иллюзии в армянском обществе относительно России как союзника. Это я могу сказать с уверенностью. Но мы не можем с уверенностью говорить о том, что эту позицию разделяет наше руководство. В этом смысле я допускаю, что да, это была какая-то попытка вести какую-то игру, в том числе посредством участия в учениях НАТО и дать понять России, что все не так просто и не так однозначно. Но я в этом не понимаю.